Всем привет! Меня зовут Вероника, я рада видеть тебя на моем канале. А сегодня я бы хотела поговорить на такую тему, как бороться с осенней хандрою, потому что я уверена, что многие сталкиваются с этой проблемой. И как бороться с Грузией, что делать, давать волю эмоциям или подавлять их. Если вам интересно, то обязательно оставайтесь на моем канале, а я начинаю. Поехали! Как многим известно, осень — это прекрасное время опавших листьев, горячего кофе, время чтения под одеялом, но, к сожалению, не все так гладко осенью, потому что у многих людей есть такая проблема, как осенняя хандра, легкая депрессия или что-то вроде того. Я, на самом деле, давно не сталкивалась с такой проблемой, но вчера я почувствовала что-то такое, непонятное состояние. Мне абсолютно ничего не хотелось, были планы, естественно, на вчерашний день, но ничего мне не хотелось. Мне просто было грустно, без причины, а когда, понимаете, без причины нахватывает грусть, то это, скорее всего, осенняя хандра, как ее называют многие люди. Ну и как же я вышла из этого состояния? Что я делала? Валялась ли я целый день дома? Нет. Я нашла способ, как выйти из осенней хандры, чтобы не запускать состояние. Очень важно не запускать это состояние, чтобы оно длилось долго. Вот, например, у меня вчера началось, я такая думаю, «Так, Вероника, стоп! Надо что-то с этим делать!» Сначала, конечно же, я полежала под одеялом, погрустила, и потом я себе говорю, «Стоп! Так нельзя!» И что я делала? Сделала в первую очередь, это же, конечно, отдала волю своим эмоциям, чтобы выйти из осенней хандры. Это может быть по-разному разжаться. У вас либо, вам надо поплакать, покричать. Дайте волю эмоциям, вам 100% станет так лето. Дальше я дала себе установку «Просто ничего сегодня не делай продуктивного! Просто отдохни, перезагрузись!» Потому что, может быть, это связано с тем, что я постоянно что-то делаю, пытаюсь быть продуктивной, и вот такие дни нам нужны для перезагрузки, для перезагрузки сил, и это правильно. Поэтому я дала себе установку «Ничего не делай!» Это, если что, это только лишь мои советы, я не психолог, это просто способ, как я выхожу из подобного состояния. Для каждого я знаю, это разное. Но, может, кому-нибудь это поможет. Я уверена, что это многим поможет. Далее я включаю телефон для никого. Для меня просто не существует телефона, или просто забываю о телефоне. Далее я включаю комедию. Любую комедию. Мне комедии всегда поднимают настроение. Я смеюсь, это, опять-таки, гормоны счастья вырабатываются, когда мы смотрим комедию. И мне реально стало... Вот уже во время просмотра комедии тебе становится реально легче, и ты такой более счастливый, тебе так-так-так. Хорошо, это мне безумно-безумно помогает. Вот, поэтому далее, конечно же, выпить чашку горячего кофе и сладкое глюкоза. Это очень помогает. Я вам рекомендую. Так как я кофеман, я просто обожаю кофе. Смотря комедию, пить кофе это такое наслаждение. Просто кайф. Кайф. Конечно же, проводите время с близкими людьми, с любимыми людьми. Неважно, кто это, но лучше не оставаться в таком состоянии одной, потому что это не очень хорошо и как-то влияет на мозг, поэтому лучше окружите себя близкими людьми, с которыми вам комфортно. И вместе с ними, кстати, можете комедию посмотреть. Вот. Далее, конечно же, чтобы окончательно выйти из этого состояния, я медитирую. Медитирую. Не всегда медитация помогает. Либо медитация от стресса, либо мантра от чищения, от негатива. Для каждого это способы разные. Но так как я постоянно сейчас практикую медитацию, мне помогает очень сильно медитация выйти из такого состояния. Я чувствую себя потом более наполненной. И, кстати, если вы хотите видео, чтобы я рассказала, какие медитации сейчас я делаю. Кстати, у меня подобное видео уже выходило, но если вы хотите еще, то обязательно напишите об этом в комментариях. Потом, когда я помедитирую, придет вечер, я, конечно же, я приму душ. Обязательно примять душ. И, знаете, я где-то высчитывала, что как очиститься от этого негатива, представить, вот когда вы, например, под душем или в ванной, закрыть глаза, представить, вот вы, например, струю направляете на себя, закрыть глаза, и представьте, что вот черная энергетика, она уходит в эту дырочку, и она все утекает. Вы очищаетесь таким образом. Либо в ванне то же самое, можно, если у вас нет душа или ванны. Это очень помогает. Далее я, конечно же, читаю свою любимую книгу и погружаюсь в книжный мир, потому что это всегда другой мир, и я обораю погружаться в другие миры. Вот. Ну, я имею в виду в книгах. Другие миры, так сказала, как будто я почистствую. Ну, в общем, вы поняли. Вот. И далее, конечно же, я пишу планы на следующий день, потому что, если ты напишешь планы, например, на следующий день, у тебя будут четкие цели, что тебе нужно сделать завтра, и ты уже не будешь просто попросту тратить свой день. Ты его потратила сегодня, ты перезагрузилась, ты молодец, но завтра обещай себе быть продуктивной. Вот то, что я говорю себе. Поэтому вот мои способы, как я стараюсь выходить из осенней хандры, из грустного настроения, когда негативные эмоции меня переполняют, потому что такое бывает, бывает, потому что я очень-очень эмоциональный человек, и довольно-таки импульсивно иногда бываю, поэтому, чтобы вот такого меньше было, ну, вот это вот все помогает, особенно, особенно медитации и душ, потому что мы очищаемся, и нам становится легче. Вот действительно, мне вчера стало так легко на душе, когда я после, вот особенно после медитации, уже после комедии мне стало легче, потом медитации, сказать, что я пожалела. Сначала у меня было такое, что, блин, я ничего сегодня не сделала, но потом я сказала, Вероника, ты перезагрузила себя, теперь ты наполнена новыми силами, чтобы творить, вдохновлять, и творить, что ты творишь. И мне стало действительно легче, поэтому, если вам такое тоже помогает, напишите в комментариях, что вы делаете, как вы справляетесь с осенней кондрой. В комментариях мне действительно будет очень-очень-очень прям интересно почитать. Также не забывайте ставить лайк на это видео, если вам понравилось одно. И кто еще не подписан, обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы ваша красная кнопочка стала серой. И я вас всех-всех-всех люблю. И солнышки, у вас все-всех будет хорошо. Грустить это нормально. Мы же люди. Поэтому всех-всем-всем-всем посылаю свою любовь, добро, и у вас все будет хорошо. А с вами была Вероника, и всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok